Есть четкие требования Запада и Москвы, что Лачкеси коридор нужно немедленно открывать. Или это фасад, это игра внешняя? Внутри что-то другое происходит. Азербайджан с этим считается, как мы знаем, но частично. Определенные грузы пропускаются, другие не пропускаются, там же не идет речи о том, чтобы все было приостановлено. И вот это давление, такой баланс между этими требованиями, другими требованиями и наступательными действиями Азербайджана – это то, что сегодня происходит. А что делать на самом деле, это, наверное, будет решено, как мы понимаем, в рамках общего соглашения, которое пока что не подписывается и пока что его сроки возможной ратификации отдалены. Мы не видим реальных шагов. То есть есть некое желание с обеих сторон деэскалации. Есть очень сложная геополитическая ситуация, связанная с тем, что Россия ведет военное действие на Украине. Россия немало зависима сегодня от доброй воли Турции. Ситуация в Турции, она непростая, предвыборная. Тоже нужно что-то показать, какие-то результаты, нечто впечатляющее потенциальных избирателей Эрдогана, которые, согласно опросам, проигрывают. Ну вот и все это достаточно запутанно и сложно. И жертвами этого часто становятся невинные граждане, которые страдают от всех этих геополитических и политических перетрубаций. Спасибо за просмотр! и даже девушка, например, как в том смысле. Вот заказ оказалось, как это замочил, во-друга оно развивает, в чем это значит, как это генатол. Как это делать, в то время, в то время, в то время как все строились, я во-друга не знаю, что это былое в понятно, но бывало. Это ко мне очень сложным. И если обладать с состоянием, то мы работаем, да мы делаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Почему Баков вдруг решил избегаться от российского посредничества? У руководства Арцаха совершенно другие вопросы. Но это же в Лев не было такой повестки. А? Не было такой повестки. Когда встречались... Я понимаю, что бывает в азербайджанской прессе после этой встречи. Там написано, что была встреча, на которой были обсуждены внутренние вопросы жилья, как они говорят, на территории Азербайджана в Нагорном Карабахе. Они же стараются эту проблему размыть, что нет вопроса статуса, вопроса безопасности. У Армении совершенно другой подход. И тут вопрос в чем? Все переговоры с азербайджанской стороной надо вести при свидетелях. Потому что, учитывая вот эту лицемерную, лживую политику, особенно внешнеполитического ведомства Азербайджана, нужен свидетель. И все должно быть запротоколировано. Потому что завтра, после этой встречи, в прессе может выйти совершенно другий материал и совершенно другая информация. Поэтому надо обязательно третья сторона. В данной ситуации, это российский миротворцы, все нормальное. В данной ситуации, в данной ситуации, ковернице того, что мы пасционировали, Уже 180 дней как закрыт Лачинский коридор? Да, уже больше трех месяцев с лишним коридор закрыт. Это не интересно никому. Безусловно, это политическая история. Мы с вами тоже об этом говорили не раз. Безусловно, я думаю, что это один из способов, одна из манипуляций в этом конфликте. То есть, условно говоря... Против кого? Да. Против кого манипуляция? Манипуляция, конечно, против Армении. Конечно, это совершенно очевидно. Что, пользуясь Армению, подталкивают, создавая экономическое и политическое транспортное напряжение, конечно, Армению подталкивают к невыгодному принятию решения, чтобы денежки Азербайджан зарабатывал, все вокруг зарабатывали, а Армения находилась в той части, в которую заставили что-то сделать. Я считаю, это неправильно. Я считаю, что вот эта политическая жесткая позиция Армении по Лачинскому коридору, это лишнее доказательство, что это хороший козырь у Армении для того, чтобы отстаивать свою позицию. Почему ты понимаешь? Скажу, что ты это не умеешь? Ты не умеешь? Как это приобрести? Спасибо за суббieu. Продолжение следует... Продолжение следует... Как будто их нет, чтобы не было потом разбитых ожиданий. — Сохраняется активность западных структур, Андрей. По армяно-азербайджанскому конфликту на днях глава миссии Евросоюза заявил, что, цитирую, «если весной Азербайджан не нападет на Армению, это будет свидетельствовать об успехе наблюдательной миссии». — И правда, на участках наблюдателей пока спокойно. — Ну, Азербайджану сейчас как бы и нет смысла нападать на Армению в данной ситуации. Азербайджан занимается, как мы и говорили, малыми шагами вокруг Карабаха. То есть, где наблюдателей нет и где, в принципе, действия. Кстати, весной сейчас как раз, когда снег уходит, когда облачность падает, можно применять авиацию. И главное, пока в Турции еще есть друг Эрдоган, ситуация, да, может обостриться. Ну, или же продолжится вот эта вот ситуация вытеснения, постепенная, постепенная неэскалация вот этого давления, которое, к сожалению, регулярно заканчивается жертвами, жертвами с обеих сторон. — Если бы, алиэв, ассуме, шаги-кан диркеры унэк и айн тих маналу енки, ничьи, нэкатиуми? — Ажхарагрорен, етен, ес неркай асснэм, апа, инскапез Азербайджану, има Бабаха. — Вы не будете узнавать архитثر, азербайджан, ага? — Ваене, азербайджан, да, в Бабаха-кан, шаги-кан, 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 прижаливы. — Бояви, у них даже когда обладает архитерware, если бы не обладать архиттеры, делали мы были в bereедении, то есть же бывалла, что бы не обладать архиттеры. Играет музыка. В данный момент, согласитесь, очень важный период между Тегераном и Баку. Куда ведет это противостояние? Вы подумали об этом? Вы знаете, вопрос ситуации, которая складывается в Иране. Иранская карта сейчас разыгрывается по-разному. Ее пытаются, с одной стороны, американцы и Израиль пытаются Иран, ну, что называется, поставить на колени, а европейцы хотят наладить экономическое сотрудничество, особенно в области энергетики, отсюда и промышленная сфера. Поэтому, конечно, Иран сейчас находится на распутье. И в силу этого есть определенные сложности у Ирана в решении вопросов, связанных с поддержкой Армении. Но мы с вами тоже об этом ввели речь, что Иран заинтересован именно в сохранении Армении, в сохранении того, чтобы не было никаких коридоров в Нахичевань. Помните, мы тоже как-то об этом. То есть, фактически, когда Армения разрезается пополам, вот, к примеру, Дансенского коридора, когда закладывается мина, которая приведет к войне. Поэтому, я полагаю, что роль Ирана еще на сегодняшний день не реализована. Иран, если бы подключить к решению данной проблемы, он мог бы внести свой вклад, в том числе и с точки зрения участия в миротворческой миссии. Это бы сыграло бы, вообще-то, такую сдерживающую достаточно роль, помимо, вот, участия российских миротворцев, хотя Ирана не входит в ОДКБ, но подтягивание сюда бы миротворцев из Ирана, оно бы могло сыграть позитивное, играть позитивное значение и охладить некоторые горячие головы в Азербайджане. Ирана 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 Павел.